МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре на рязанских промышленных предприятиях будет большой рейд Росприроднадзора, заявила глава ведомства Светлана Родионова, отвечая на вопросы жителей в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По ее словам, ситуация с превышением сероводорода в рязанском воздухе известна. Но надзорному ведомству нужно больше информации с места. Ее, кстати, может предоставить Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, у которой есть свои данные. Максим Васильев продолжит. Весь прошлый год, да и этот тоже, в Рязани резонировала тема выбросов в атмосферу. Кто-то бегал с бытовым газоанализатором, а потом истерил на весь город, выдавая желаемое за действительное, кто-то обращался к сертифицированным специалистам. Превышение действительно фиксировали. Данные об этом у природоохранной прокуратуры есть. Впрочем, в ведомстве пока ведут себя осторожно. Клемить кого-то одного здесь пока не намерены. Говорят, слишком много промышленных предприятий в этом замешаны. Выбросы были не только по сероводороду, но и по формальдегиду. А это не одно и то же. Идентифицировать отравители рязанского воздуха и вывести их на чистую воду могут только эксперты, а для этого нужно возбуждать уголовное дело. Одними штрафами здесь уже не обойтись. По результатам проведенного анализа, выполненных в истекшем периоде 2021 года, результатов лабораторных исследований воздуха, были выявлены неоднократные факты разовых превышений установленных нормативов качества атмосферного воздуха по сероводороду. В связи с чем Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой материалы проверки по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшего загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, содержащие признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ, направлены в УМВД России по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании. Коллективная безответственность – отличительная черта экологических проблем Рязани. Вовсе неудивительно, что у главного экологического инспектора страны возникают вопросы. Отвечая рязанцам, Светлана Родионова четко обозначила позицию ведомства. Проверять будут всех. В Рязани были разовые залповые выбросы. Знаем, что граждане об этом говорят. Усиляем сейчас надзор. Не входит город в 12 городов. Даже активисты Рязани приезжали, когда я была в Башкерии, просили, чтобы мы обратили на это внимание. В сентябре будет большой рейд. Будем смотреть на предприятиях. Проблема в том, что когда мы выходим на предприятие, мы обязаны их минимум за три дня уведомить. И что происходит потом, как правильно обычно говорят граждане, либо снижается нагрузка работающих объектов, либо включают фильтрат, те, которые в обычный день включать невыгодно. 12 городов, о которых сказала Светлана Родионова, это специальный федеральный проект «Чистый воздух», цель которого – кардинальное снижение загрязнения атмосферы. В основном это города металлургической промышленности. Магнитогорск, Челябинск, Череповец. Именно здесь Росприроднадзор проявляет себя наиболее жестко. Рязань пока не в этом списке, но осенью все может измениться. Если, конечно, местные промышленники не одумаются. Максим Васильевич, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 10 пострадавших в авариях и двое утонувших. Такая сводка происшествий за выходные. Более подробно об этих происшествиях расскажем прямо сейчас. Паровоз из нескольких машин собрал водитель грузового авто «Мерседес Бенз». Причиной аварии могло стать то, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения. И совершил наезд настоящий впереди в попутном направлении автомобили «Тойота» под управлением 59-летнего жителя города Москвы, автомобиль «Шкода» под управлением 43-летнего жителя Московской области и «Фольксваген Пола» под управлением 48-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров «Тойота», 44-летняя женщина и 14-летний подросток обращались за медицинской помощью. Также в дорожно-транспортном происшествии пострадала 10-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». Всего в регионе зафиксировано 7 аварий, где пострадало 10 человек. Погибших нет. Есть и ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Таких зафиксировано 64. На территории региона выявлено 23 нарушения правил дорожного движения, совершенных пешеходами. 286 нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями. 34 водителя управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. Также пресечено 17 нарушений правил перевозки детей. Пресечено 71 нарушение, допущенное водителями мототранспортных средств. Но если на дорогах города погибших нет, то сводка от регионального МЧС таким похвастаться не может. За выходные на водных объектах утонуло 2 человека. 19 июня из реки Цена в городе Сасово, Сасовского района Рязанской области, в месте не оборудованной для купания, излечено тело девочки 2008 года рождения. 20 июня из реки Ака вблизи населенного пункта Карлосово, Рязанского района Рязанской области, излечено тело мужчины 1966 года рождения. За сухой сводкой происшествий скрывается целая трагедия для семей. Как сообщили на сайте издательства пресса, девочка отправилась купаться вместе с другом первоклассником. За ними наблюдал отец школьницы. Во время купания ребята попали в водоворот и начали тонуть. Девочка смогла вытолкнуть друга к берегу, но сама погибла. Сейчас Сасовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Ведомстве напоминают, что любой водоем является источником повышенной опасности. И следует соблюдать все меры безопасного поведения на воде. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 21 июня отмечается День кинолога. Его празднуют и специалисты кинологических подразделений Росгвардии. В задачи сотрудников и их четвероногих помощников входит минно-розыскная работа. О службе подробней расскажет Марина Романюк. Своего напарника немецкой овчаркой Кейси слушается не просто так. Практически все свое время, начиная с тех пор, как в 2017 году поступил на службу, Давид посвящает воспитанию этой непростой по характеру сотрудницы. «Поначалу я ее побаивался, честно говоря. Она немножко такая своеобразная была с характером. Хотя была еще щенком. Ей было 6 месяцев. Но уже такой характер был у нее строптивый немножко. Приходилось как-то налаживать контакт с ней. Как-то лакомством поощрял ее». Теперь за 4 года они не просто нашли общий язык, но практически стали лучшими друзьями. Даже во время отпуска Давид приезжает навещать боевую подругу или забирает к себе домой, что, по его словам, очень нравится самой Кейси. Здесь, в кинологическом городке, проходят тренировки. Собак готовят к их служебной деятельности, а также к соревнованиям. К слову, сегодня, 21 июня, Давид и Кейси должны были уехать в Подмосковье на такие соревнования, но даты перенесли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Здесь же живут остальные пушистые сотрудники. «Здесь сидит забава. У нас сейчас спряталось, не видно. Вот, малинуа порода. И вот здесь норма. Наша самая новая рука». Работа в кинологической службе – всегда призвание. Верный товарищ, хороший напарник. Собака становится своему кинологу близким другом. После того, как собак списывают, так называется уход четвероногих сотрудников на пенсию в связи с возрастом или проблемами со здоровьем, кинолог частенько забирает свою собаку домой. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Еще в мае россияне получили возможность оформлять вычеты из НДФЛ в упрощенном порядке. Например, теперь налогоплательщикам не нужно заполнять декларацию и собирать документы для того, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке. Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Если раньше нужно было посетить налоговую инспекцию или направить туда комплект документов вместе с декларацией 3НДФЛ, то теперь для получения двух видов вычетов без такого порядка можно спокойно обойтись. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, на который претендуют граждане, заключившие с банком договор на ведение инвестиционного счета, и имущественном налоговом вычете, которым пользуется большое количество рязанцев. Что касается самого упрощенного порядка получения вычетов, то теперь он действует как бы в проактивном режиме. Что это значит? Налогоплательщик получает в личный кабинет на сайте налоговой службы предзаполненное, то есть частично заполненное заявление, которое он должен утвердить, и после этого уже идет проверка его права, камеральная проверка на получение вычеты. После этого, если принято положительное решение, в течение 15 дней на банковский счет, который указан на уплатившем заявлении, будет перечислена сумма денежных средств соответствующая. Воспользоваться упрощенным порядком получения имущественного вычета можно только в случае сопровождения банком сделки купли-продажи недвижимости. В первую очередь речь идет об уплатившем кредите. Кроме того, упрощенным порядком можно воспользоваться, если, например, налогоплательщик при оформлении договора купли-продажи обращался в банк для получения услуги «Сервис безопасных расчетов». Для того, чтобы точно понимать, что вы можете воспользоваться упрощенным порядком получения вычетов, в частности, например, получения имущественного вычета, в первую очередь необходимо обратиться в банк и уточнить, участвуют ли они в этом проекте, участвуют ли они в этом взаимодействии, и только после этого уже, соответственно, ожидать в личном кабинете налогоплательщика предзаполненное заявление. Что касается порядка подключения к этой системе, к такому упрощенному варианту, то в первую очередь, еще раз обращаю внимание, налогоплательщик должен быть подключен к нашему официальному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пользователи, которые имеют подтвержденную отчетную запись единого портала государственных услуг, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без помощи налоговой инспекции. Для этого на странице входа в сервис необходимо выбрать вариант войти через госуслуги. Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно в любой налоговой инспекции или отделении МФЦ. Достаточно иметь при себе паспорт. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В художественном музее Мини-Пожалустина открылись сразу две выставки. Это работы московских художников, связанных родственными узами. Здесь и графика, и живопись, и иллюстрации в стилистике от импрессионизма до абстракционизма. Михаил Рудаков – советский художник со сложной судьбой и ярким дарованием. В его творческом пути можно разглядеть разные направления от реализма до постимпрессионистических поисков, от абстракции до минимализма. В жестких рамках соцреализма художник развивал колористические поиски, экспериментировал с условным цветом, смелыми сочетаниями красок, тонкими градациями тонов. Старейший отечественный художник Михаил Захаревич Рудаков – известный советский художник-график, иллюстрировавший многие произведения отечественной классики. Работы Михаила Захаревича Рудакова предоставил для выставки в наш музей его родственник Валерий Таганович Сахатов. Также художник, зять художника, муж его дочери. Биография Михаила Рудакова полна драматических поворотов, но что бы ни происходило, как бы ни развивался его творческий путь, работы художника объединены темой красоты и радости жизни. Пейзажи, портреты, натюрморты отличаются особой, необычной для тех лет, когда он работал художественной манерой. По воспоминаниям его друзей, советский художник, несмотря на трудные жизненные обстоятельства, сохранял романтические качества натуры и умел радовать зрителей. В чем-то его манера передалась и дочери. Работы Ольги Рудаковой отличают тонкие колористические решения, экспрессия и образность. В своеобразной живописной манере, которую она во многом восприняла от своего отца, первого учителя, а затем у своих педагогов в Суриковском институте. Работы производят впечатление, написанных для огромных каких-то плоскостей, хотя они не очень большие по формату, но воздействуют очень экспрессивно. Каждая из работ, каждый натюрморт несет какое-то свое впечатление от окружающего мира, в то же время окрашенное женским лиризмом. В этом же зале представлены работы супруга Ольги Рудаковой и Валерия Саханова. Это один из немногих современных художников абстрактного направления, который вобрав достижения мирового искусства, французский экспрессионизм, фавизм, русский конструктивизм, древнерусскую иконопись, туркменский ковер создают индивидуально авторские интеллектуальные произведения. Долгие годы супруги в летние месяцы работали на берегу Оки в живописных местах Рязанской области. Но выставка в стенах художественного музея открылась впервые. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин